Всем привет! Я Андрей Бахтерев, эксперт в области HR и добро пожаловать на блог, где я рассказываю вам о том, как найти работу, как построить карьеру и делюсь с вами жизненными ситуациями, через которые прошел я, моя семья и мои близкие друзья. В одном из предыдущих видео я вам рассказывал о том, как я делал ремонт в своей квартире и во сколько мне этот ремонт обошелся. А я вам хочу напомнить, что потратил я почти 2 миллиона 600 тысяч рублей на ремонт моей квартиры. Эти 600 тысяч рублей я отдал своим рабочим и другим рабочим, которые за ним переделывали. И остальное все, соответственно, это ремонт, это материалы, это всякие отделочные истории. Живут же люди! В общем, в этом видео вы все посмотрите, потому что это видео будет посвящено моей квартире. Ром-тур, дорогие мои. Ну что, дождались? Заинтересовалось? Готовы смотреть? А? Погнали! Начинаем с коридора. Дверь мы меняли от застройщика. Вот такую дверь поставили. Была достаточно простая вот такая вот дверь. С очень высокой шумой. А у нас шумоизоляция все-таки нормальная. Ну что, добро пожаловать! Заходим. Я вам показываю все, как есть, без приукрасок. Кстати, кто не знал, у меня есть кошка. И вот такой вот у нас прихожая вот такая. Вот такой вот пол без порожка. И тебе привет. Шкаф у нас здесь будет встроенный. Глубина шкафа 60 сантиметров. Плинтус так сделали. Так, с левой стороны у нас электрощиток. Вот такой вот у нас. Так, с левой стороны у нас туалет. Заходим в туалет. Вот такой вот у нас туалет. Тоже все без порожка. Кошка, видите, как гостям радуется. Пока она у нас ест вот тут. И тут она у нас, соответственно, делает свои дела. Вот здесь у нас будет тоже встроенный вот такой шкаф. Здесь стиралка. Сушка. И все для белья будет вот здесь. А вот тут у нас гигиенический душ, с которым мы мучились, как вы помните. Вот здесь будет у нас зеркало, крючки, чтобы вытереться. Ну, вот такая вот у нас раковина. Пока вот тут все у нас находится. Идем дальше с вами. С левой стороны у нас гардеробная. Скрытую дверь делали. Хотя на самом деле надо было сделать обычную дверь и не тратить на это деньги. Кстати, тут у нас проходные выключатели. Можете увидеть. Выглядит это вот так. Раз. Очень удобно. Там выключатель. И, кстати, вон там у нас выключатель. Но я вам тоже еще покажу. Гардеробная. Гардеробная процентов на 60 у нас сейчас заполнена. Пока достаточно такой сумбурчик. Но верхний ярус полностью свободный. Нечего класть. Вот так. Достаточно вместительная получилась. Гардеробная я вам рекомендую. Очень крутая вещь. И вот мы заходим в спальню. В спальне у нас тоже проходные выключатели. Выключатели вот тут у нас. Свет зажегся. Здесь у нас тумбочки будут по бокам находиться. Штор, соответственно, пока еще нет. На штор уже не хватило денег. И зеркала у нас будут вот так. И кондиционер, конечно же. Так, ну и вот тут мы подходим. И можем выключить. Раз, свет. Все, света нет. Очень хорошо, очень удобно. Окна мы, соответственно, меняли. Радиаторы от застройщика. Это, кстати, передает информацию. Должно передавать. Я надеюсь, будет передавать когда-нибудь в дом управления. Они должны, в зависимости от того, сколько мы потребляем тепла, делать перерасчеты. Но пока этого не происходит. А это регулировка температуры. Очень, очень удобно. Идем дальше. Так. Значит, обратите внимание, да, двери мы подобрали под единую концепцию. Дальше. С правой стороны у нас ванна. Вот такая вот ванна. Вот тут мы сделали порожек специально, чтобы ноги не мешались когда-либо голову помыть, либо что-то ребенка искупать. Очень удобно. Шторка. Тропический душ. Леечка. Полотенцесушитель наш. Да? А? Горяченький. Хорошо. Вот. Здесь, соответственно, у нас будет зеркало и тумбу с раковиной. Пока ее нету, потому что денег нет. Все просто. Вот, с левой стороны детская. Это у нас люстра. Единственная квартира единственная, которая есть в квартире для ребенка. Это у нас качели для ребенка. Амплитуда не мешает. Амплитуда не мешает. Соответственно, не задевает люстру. Вот такая вот у нас история. Вот такая вот у нас детская. Так. Вот здесь у нас поцарапанные окна. Как я вам рассказывал с предыдущего ролика. Вот тут, видите, видно. Немножко. Это не грязь, это именно поцарапанное. Экран не передаст, но вот вживую это очень прям видно. Хотя, я думаю, что и по картинке тоже бы заметно. Вот так мы пока ребенка укладываем. Это у нас переехало все с предыдущей квартиры. Все, обратите внимание, без порожка. Так. Вот у нас тоже проходной выключатель. Так. Вот у нас наша гордость. Это кухня. Встроенная, видите, полностью до потолка. Вот такая вот история. Это мы, конечно, прям ей очень гордимся. Дорогая, но зато классная. Так. Вот так пока мы обедаем, ужим, завтракаем. Здесь у нас будет телевизор, значит, висеть. Вот тут у нас, видите, дырочка есть. Вот здесь дырочки нету. Это сквозная история для всех кобелей, которые будут протягиваться для телевизора, для приставки. Да, там, чтобы поиграть в Sony PlayStation и так далее. Так. Здесь у нас тоже кондиционер будет. И здесь у нас будет бра и для непосредственно нашего дивана, который будет стоять. Можно будет разложить его, там, лечь, посмотреть. В общем, все классно. И вот, пожалуйста, балкон у нас. Вот это все тоже менялось. Непосредственно застройщиками были другие стеклопакеты. Попадаем мы на балкон. Вот такой вот у нас балкон. Эта краска у нас осталась еще с стройки. Мы продолжаем ее немножко использовать, потому что все-таки надо что-то где-то домазать, что-то делать. Вот здесь у нас будет, соответственно, лампа висеть. Здесь у нас будет стоять такая зона отдыха, диван. Небольшой такой. Будет ящики выдвижные, ну, в общем, красиво. Также хотел отметить, что у меня есть теплый пол на балконе. Вот я его включаю, очень удобно. Это у нас, соответственно, розеточки. Раз розеточка. Два розеточка. Три розеточка. Если я буду, соответственно, здесь ставить себе... У меня здесь будет шкаф, соответственно, тоже встроенный. И я хотел бы, наверное, с женой рассмотреть историю дополнительного морозильной камеры сюда, чтобы можно было пользоваться. Ну, посмотрим. Ну, и плюс у меня теплый пол непосредственно находится, где рабочая зона кухни. Тоже очень удобно. Рекомендую. Вот такая вот история. Ну, и вот такой вот у нас вид. Очень хорошо. Красиво. Да ты какая! Лепота! Ну, вот и все, дорогие мои. Мне осталось купить мебель. Мне осталось купить кондиционеры. Мне осталось купить телевизор. Да мне много чего осталось купить. По моим подсчетам, где-то мне нужно еще порядка минимум миллион, а, наверное, все-таки полтора миллиона мне нужно для того, чтобы закончить квартиру и купить всю мебель, купить шторы, купить какие-то истории для отдыха, для комфорта. В общем, вот так. Еще полтора миллиона рублей, я думаю, точно нужно, потому что все это очень сейчас недешево стоит. Вот такие вот у нас сейчас цены в строге. Ну что, подписывайтесь на мой блог. Обязательно ставьте лайки этому видео, потому что я старался, дорогие мои. И до новых встреч. Пока-пока. Так, и немножко ночной жизни. Смотрите. Купили мы на Алиэкспресс. Очень рекомендую. Ночник. Реагирует на именно отсутствие света. Если нет света, он включается. Если есть свет, он выключается. Специально для ребенка. Чтобы ребенок мог пойти в туалет в ночное вечернее время. И не бояться. Вот такие вот они. Так они горят. И вот смотрите. Свет мы включаем в туалете. Раз. Так, не видно. Но они, в общем, потухли. Вот. Не светится. И вот теперь. Раз. Видите? Вот она. Очень рекомендую. Очень классно.